Сегодня в выпуске привет из космоса Ослепило как солнце, я прям соковое состояние, а торопел в руль схватился В Тюмени выпали совсем не зимние осадки Запахло, но далеко не весной Как будто кто-то выкинул мусорное ведро свое Кто это будет убирать, я не знаю Какой штраф грозит анонимным мусорщикам и кому его убирать? Паразит не пройдет Вот здесь микроскопы, трефенолоскопы, нитротомеры, башметры На Михайловском рынке каждый продукт под строгим контролем О заметном и важном в ближайшие полчаса Это точнее я, Александр Семенюта Здравствуйте Начнем с нашумевшего гостя Падающие с неба горящие объекты взбудоражили жителей Уральского округа Расколовшись на несколько частей, метеор не оставил без внимания И Тюмень Очевидцев оказалось предостаточно Ослепило как солнце Я прям в шоковое состояние Сейчас Сергей признается, это напоминало кадры с фильма «Армагеддон» За пару-тройку секунд у него жизнь перед глазами пронеслась так же стремительно, как неизвестное небесное тело Думаю, сейчас взрывная волна, если это действительно метеорит, взрывная волна, если сейчас снесет пол Тюмени, то можно жизнью попрощаться Или получается, если это самолет упал, тогда ничего не будет Сергей был первым, кто позвонил к нам в редакцию, а не кинулся выкладывать видео на YouTube Кстати, практически все кадры сделаны видеорегистраторами, снять специально стремительно летящий шар было невозможно Красный, розовый, как-то непонятно яркий, полоса такая была По дороге на работу Юрий стал свидетелем свето-представления Все произошло так быстро, что даже телефон не успел достать, впрочем, и испугаться тоже не успел И потом уже какой-то хлопок такой, несколько, вот так вот, ну, типа взрыв, что ли, что-то такое Тут же мама мне звонит, говорит, это в деревне живет, 70 километров отсюда И это, говорит, пошла по воду с ведрами, говорит, колодцы подхожу, говорит, и слышу взрыв И потом еще несколько раз Говорили, что самолет упал, и даже место называли точно Кулакова Но в аэропорту все спокойно, полеты никто не отменял В аэропорту и в воздушной зоне на ветах аэропорта все у нас в порядке, все рейсы прошли Никаких ограничений по зонам, по воздушным зонам на ветах по всей российской, по Уральскому федеральному округу Никто ничего не вводил, но это все идет, вся работа идет в штатном режиме Никаких чрезвычайных ситуаций нет и в самой Тюмени Судя по сводкам новостей, от метеорита нам досталось меньше всего В интернете понесли сообщение, что это метеорит Ну, в Средневской области вроде никто не пострадал Вот из друзей из Средневской области сообщают, что у них там у многих поубивалось стекло Также рассказывали, что у нескольких заводов есть обрушение, перепечевыряются везде вокруг на дороге Стекло вообще сильно повыносило осколки У одного знакомого дверь сорвалась в квартире После того, как прошла волна эмоций, настало время официальных комментариев Как сообщают в Уральском региональном центре МЧС, силы и средства приведены в режим повышенной готовности Радиационный фон в норме Ольга Курсман, Александра Сосновская, Павел Михайловский, Сибинкорнбюро Свои версии происшествия высказывают астрономы Нам явление прокомментировали в Новосибирской обсерватории, самой ближней к Уралу Скорее всего, оно связано с пролетом сегодня достаточно крупного астероида Который будет пролетать мимо нашей планеты на расстоянии около 30 тысяч километров Уже сейчас даже по наблюдениям, которые ведутся и по исследованиям Это даже было несколько лет назад уже известно Этот астероид не представляет опасности для нашей планеты В крайней мере в ближайшие 20 лет Еще ученые говорят, что если в ближайшие 6 лет траектория астероида изменится То в 20-х годах 21 века велика вероятность его столкновения с Землей А в интернет-сообществе с утра начали юморить Комментарии в стихах Ничего так не бодрит, как с утра метеорит Разлетелся по сети со скоростью самого же метеорита Повеселил и статус с просьбой о прощении Алла Явбар Девушка радовалась тому, что паника понемногу улеглась И она наконец смогла накрасить ресницы Педалировали и тему апокалипсиса Мол, папа отрекся на Урале метеоритный дождь Ну, наконец-то что-то похожее на конец света Версия соседки тоже неплоха Через 4 минуты после взрыва она обвинила во всем наркоманов И веселое оправдание из объяснительной Не пошел на работу, потому что рядом упал метеорит Впрочем, жителям Челябинска и Чебаркуля не до шуток Более 500 человек обратились за медицинской помощью В основном люди пострадали от осколков стекол О других темах этого дня узнаем из обзора событий Мои коллеги коротко о важном 13 юношей и девушек решили пополнить общественные спасательные отряды Набор прошел в учебном центре МЧС Добровольцев научат, как действовать в чрезвычайных ситуациях А оказывать первую медицинскую помощь Те, кто сдадут итоговый экзамен, получат удостоверение На право работать в общественном спасательном отряде В принципе, интересно обучиться И это в будущем, надеюсь, мне это пригодится Ну, как бы, мало ли что произойдет Тоже какой-нибудь ЧС, да И поэтому, ну, чисто для себя, скорее всего Спасатели общественников в центре МЧС набирают с 2006 года Многие из тех, кто прошел курс молодого бойца Продолжают обучение и становятся профессиональными спасателями В Тюмени появится озеро чемпионов Такое название члены городской комиссии по топонимике Решили присвоить карьеру, где постоянно соревнуются моржи Раньше это было неофициальное название Теперь его нанесут на карту города А вот словосочетание Тюмень-столица деревень В скором времени потеряет свою актуальность Всем поселкам в черте города присвоят другой статус Раз деревню у нас теперь решено не называть Нет деревень, это город Деревня Катерёва, Антипина, Матмаса и прочих, Плеханово Им сейчас присвоит статус микрорайона В Тюмени наградили победителей второго этапа Всероссийской Олимпиады школьников В нем приняли участие более 700 старшеклассников Впервые ребята смогли проверить свои знания по экономике и праву Всего же на выбор школьников был 21 предмет Федор Сипин занял первое место по биологии Кстати, 11-классник становится лучшим уже четвертый раз Биология для меня это не только хобби, но и любимый предмет Я планирую связаться в будущей жизни именно с биологией Думаю, научная деятельность для меня это очень интересно Ребята могли выполнять задания по нескольким предметам В результате 9 старшеклассников стали призерами сразу по двум дисциплинам Вузам области помогут развиваться Как именно обсудил президиум правительства региона Напомню, 4 вуза получили плохую оценку на федеральном уровне И теперь надо повысить рейтинг К примеру, аграрный университет уже выполняет план по оптимизации Что касается двух педагогических вузов Ишимского и Тобольского То их предложено оставить самостоятельными Несмотря на серьезные замечания со стороны Министерства образования До недавнего времени придерживались варианты реорганизации Пудем укрупнения в Тюменский государственный университет Вместе с тем и Тюменский госуниверситет приступил к разработке программы Совершенствования подготовки педкадров И каждый вуз в отдельности Впрочем, реорганизация все-таки будет в филиалах Дабы образование они давали качественное К другим темам Весенняя погода в феврале принесла с собой совсем не весенние сюрпризы С крыш доносится неприятный запах Нам позвонили предприниматели Заречного микрорайона Но такая картина во многих местах Светлана Козловская точнее Такую картину сейчас можно увидеть возле многих домов в городе Жильцы выкидывают мусор прямо из окна И часто эти отходы попадают на крыши магазинов Зимой такую красоту не видно Но как только начинается оттепель Мусор дает о себе знать Мы сами не убираем Не лазим на крышу, не убираем сами Но когда этот мусор падает к нам на асфальт Летом, весной Нам приходится убирать Потому что это уже наша территория То есть мы становимся заложниками ситуации А вот в соседнем магазине мусор на крыше Это еще полбеды Страшнее его последствия Крысы Вот у нас по магазину, по потолку они бегают Мы постоянно боремся, естественно, с этим Но ведь эти же крысы не могут прибежать, извините И в гости к тем же жильцам А из-за чего все? Потому что на крыше свалка Самая настоящая Делают ее сами жильцы В этом доме 125 квартир По словам предпринимателей Мусор падает из окон практически каждый день Как говорится, не пойман не вор Однако если нарушителя поймать все же удастся То штраф ему будет грозить до 5000 рублей Как-никак административное нарушение За уборку отходов отвечает ТСЖ В прошлом году, например, крышу они чистили дважды Весной и осенью Кстати, дополнительно оплачивать такие услуги Предприниматели и владельцы придомовых территорий Никому не обязаны У нас убирают этот дворник То есть специально людей мы к этому не привлекаем Так как дворник просто получает дополнительную оплату Потому что территория увеличивается у уборки И он это делает Все будет зависеть от температурного режима Да, как бы скажем Если весна будет ранее Снег сойдет быстрее То я думаю, в конце марта В начале апреля крыша будет почищена Получается, что мусор здесь лежать будет еще полтора месяца Кстати, напротив стоит другой дом Тоже с козырьком Пока он не заселен Но предприниматели полагают Вместе с новыми жильцами На крыше может появиться и очередная свалка Светлана Козловская, Павел Михайловский Сибинформбюро А вот герой следующего сюжета К работе дворника относится как к хобби И оно у него далеко не последнее И несмотря на то, что Виктор Хаючи почти ничего не видит По городу предпочитает передвигаться бегом Почему, расскажет Анастасия Косымова Работники одного из НИИ каждое утро Вот уже 10 лет видят Виктора Хаючи во дворе Но даже здесь мало кто знает По первому образованию Виктор Иванович ветеринарный врач По второму менеджер А дворником работает, потому что нравится Утром рано уберешь А в дневное время, что уже как бы светло И можно будет уже в светлое время Заниматься любимым делом Это бегом По улицам Тюмени он почти не ходит Бегает ежедневно километров 15 Это не просто подготовка к марафонам Которых в жизни Виктора было уже несколько десятков Но и стиль жизни И философия, если хотите Виктор ведь родом с Ямала А ненцу, чтобы выжить в суровой тундре Нужно быть быстрым Когда бегу, я себе представляю Что я в тундре Среди стада оленей И своих сородичей За 20 лет он примерно трижды обогнул земной шар Но казалось бы, что тут удивительного Бегает человек На самом деле, исключительный случай Ведь для слабовидящих или незрячих людей Даже просто ходить по улице Это уже сродни подвигу Того и гляди Наткнешься на что-нибудь Или попадешь в канализационный люк Таких мужественных людей очень мало А уж тех, кто решился бегать по Тюмени Кроме Виктора Хаючи Просто больше нет Дважды в неделю Виктор Хаючи бежит целенаправленно В шахматную секцию Он руководитель кружка для незрячих и слабовидящих Организует турниры, привлекает и учит новичков Здесь играют на ощупь Виктор показывает, есть свои хитрости Даже в том, чтобы правильно расставить фигуры на доске Вот эти с дырочками Плюс углубление Вот белый свет Белый свет Это углубление Черный свет Они как бы немножко выше Вот так же в городском шахматном клубе Виктор Хаючи когда-то познакомился с джазменом Севолодом Бессарабом Он настолько впечатлился личностью Тюменского немца, что написал о нем книгу Тираж, 700 экземпляров Вышел в аккурат к 53-му Дню рождения нашего удивительного земляка Анастасия Косомова, Роман Чинахов Сибинформбюро Это точнее Спасибо, что вы с нами Помогать просто Акция под таким названием началась в Тюменской области Она объединяет два важных проекта Ключ к жизни и Покупаем Тюменское С 15 февраля, приобретая в магазинах продукты местного производства Вы помогаете детям с тяжелыми заболеваниями Часть прибыли от продажи пойдет На счет проекта Ключ к жизни Продукты, участвующие в акции, в магазинах отмечены специальными стикерами Если говорить о тюменских продуктах То на прилавки попадают лишь те, что прошли экзамен качества На рынке Михайловский их проверяют в современной лаборатории Карина Закирьянова подробнее Раннее утро, а на рынке Михайловский уже вовсю кипит работа Мясо, привезенное на продажу, лаборант готовит к анализу И это несмотря на то, что сюда продукт уже поступил с сопроводительными документами Повторная проверка мяса проводится с одной целью Не допустить некачественный продукт на прилавок Для этого используется высокоточное оборудование Сомневаться в результате не приходится У нас есть микроскопы, трехиналоскопы, нитротомеры, пашметры, весы высокоточные В общем, есть все, чтобы провести полный анализ И ветсонэкспертизу в полном объеме Суперсовременная лаборатория заработала сразу после открытия рынка Каждый прибор ежегодно проходит поверку Все растворы и реактивы готовят и закупают строго по ГОСТу Проверяют не только мясо, но и другие продукты Например, тоже молоко Специальный прибор-анализатор покажет плотность, температуру и жирность напитка Такая политика строгого контроля качества уже принесла свои плоды Нам очень нравится этот рынок Михайловский А чем он вам нравится? А здесь есть все, что нужно для хозяйства и для дома И все, что душе угодно Ну как открылся, так все время сюда ездим Берем только здесь Потому что здесь все тюменское, все прекрасно Удобный и современный рынок Михайловский уже стал любимым местом для многих покупателей Особенно для тех, кто следит за своим здоровьем И ценит качественные домашние продукты местного производства Карина Закирьянова, Роман Чинахов, Сибинформбюро Самые красивые девушки страны ходят и ходят, не жалея сил 50 финалистов конкурса Мисс России сейчас занимаются с тренерами и хореографами А поддержать наших можно на сайте онлайн-голосование уже идет Наш регион в этом году представляют две красавицы Арина Бузолина и Маргарита Маслякова До 1 марта голосовать можно один раз в сутки и только за одну девушку Тюменок поддерживают и комментариями под фотографиями За победу в интернете специальный титул и приз А новую Мисс Россия выберет жюри 2 марта Кстати, Тюменское модельное агентство «Имидж» открывает свою мастерскую моды Которая будет работать во всех направлениях модной индустрии У нас в гостях сегодня директор модельного агентства «Имидж» Анна Воронова Спросим, как это будет Анна, здравствуйте Здравствуйте, Александр Скажите, справляются ли наши девочки на конкурсе Мисс Россия? Потому что все болеют за них и держите ли вы с ними связь? Да, мы ежедневно в смсках, телефонах поддерживаем с ними связь Мы все болеем, с родственниками тоже связываемся Наши держатся молодцом И у Риты, и у Маргариты есть шикарные шансы попасть и в десятку, и в тройку Повторить успех прошлогодней Алены Шишковой Вот, и мы надеемся, что все у них получится А по поводу голосования, я вот Александру, вы сказали вначале, хочу рассказать небольшой секрет Голосовать можно за двух девочек сразу же Да Да, можно И если подключать к разному Wi-Fi, можно голосовать дополнительно Запомните тюменции Нам нужна помощь и поддержка, потому что девчонки постоянно проверяют интернет И это очень важно, если наши голоса увеличиваются Скажите, чем новый проект будет отличаться от обычных конкурсов красоты? В этом году мы немножко расширили параметры конкурса и сейчас добавили туда дизайнеров Что такое добавили дизайнеров? Мы запускаем, пробуем и делаем конкурс дизайнеров Как это связано с моделями? То есть далее в этих платьях, нарядах, наверное, да, коллекциях, так скажем, уже будет показ моды какой-то именно на моделях уже или что? Да, ну на самом деле мы делаем конкурс дизайнеров для того, чтобы выявить, как развита эта стезя в нашем регионе Потому что точно так же принимать участие смогут не только тюменцы, но и все, кто находится на территории Тюменской области Мы находим и помогаем развиваться тем дизайнерам, которые могут творить Очень много дизайнеров, которые закончили Омские университеты по дизайну, которые в Тюмени у нас готовят колледжи Но они не находят своего развития здесь, потому что им никто не помогает двигаться За пять лет конкурса мы создали красоты, да, мы рассказали, что модель может работать не только здесь на местных показах, но и может работать успешно за границей Может представлять наш регион на конкурсах, да Хорошо, Анна, а вот если говорить о дизайнерах все-таки, да, кто будет судить? В этом году, в первый наш пробный, мы берем для судейства дизайнеров, которые себя уже заявили и проявили в нашем городе, да, у которых есть свои дизайнерские мастерские Это и Светлана Михаленко, и Максим Некрасов нам будет помогать Мы берем художников, мы берем стилистов, и мы берем, в принципе, тех людей, которые понимают в моде Потому что, если мы говорим о дизайне, то это все-таки полностью сложенная картинка, и она должна быть красивая И это не просто наряд, да, это должен быть образ А что получает победитель, именно вот дизайнер? Победитель дизайнеров получает в первую очередь, конечно же, возможность шить свою коллекцию, в которой мы полностью помогаем, финансируем и продвигаем, да Плюсом ко всему мы рассматриваем несколько московских выставок, участие может быть в Адмиралтейской звезде, которая проходит в Санкт-Петербурге Это неделя моды, она так называется Вот, поэтому возможностей много, было бы желание, ну и, конечно же, это заявить о себе Кстати, вот финалисты, да, конкурсов красоты часто поздравляют в финале какие-то известные личности То есть, есть ли уже предпосылки, кто в этот раз приедет к нам? Предпосылки есть уже, есть даже предварительные договоренности, но это все пока секрет, потому что мы привыкли удивлять Я даже могу сказать, что в этом году мы сделаем немножко масштабнее мероприятие, да И финал конкурса дизайнеров и пре-пати конкурса красоты и имидж будет в одном месте, в одно время И будем надеяться, что это будет очень красивая и интересная тусовка, которая затронет город новой волной Анна, спасибо вам, что пришли, я вам желаю, наверное, больше талантливых и творческих участников Спасибо вам Всего доброго До свидания До свидания Тюмень всех влюбленных Подробнее Ирина Сазонова Влюбленные нашего города записали Тюмень в историю Шесть, пять, четыре, три, два, один Две тысячи квадратных метров, почти треть футбольного поля, 1300 снимков влюбленных лиц и всего 240 часов на реализацию идеи Организаторы сделали почти невозможное Этот проект был осуществлен за 10 дней Мы узнали о том, что есть возможность установить рекорд Более того, мы узнали, что мы можем установить рекорд не России, а Тюмень, не Тюмень, да, рекорд мира Хочется для людей сделать что-то хорошее, чтобы это было видно, чтобы люди запомнили, чтобы это вызывало любовь, позитив Возможность показать свою любовь всему миру предоставили всем желающим Ежедневно организаторы обрабатывали по несколько сотен снимков Мы работали с утками, это был вызов для компании Мы его приняли и то, что обещали, мы сделали Свидетелями события стали ведущие утреннего шоу-контора на Диполе ФМ Они на морозе разогрели толпу зрителей, провели конкурсы и вручили подарки от организаторов и спонсоров Громче, 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 Тюмень! Вы присутствуете на фиксации рекордов Праздник закончился запуском воздушных фонариков и огненным шоу Теперь Тюмень известна во всем мире как город с самым большим сердцем Ирина Сазонова, Леонид Ализаревич, Сибинформбюро Свои собственные рекорды можно будет установить в эти выходные в Тюмени А возможность такая есть почти у каждого, умеющего стоять на сноуборде или петь Все уточнит Ирина Кистерева Цветущее время года не за горами, а потому нужно всегда идти вперед Так считает американская поэтесса Клариса Пинкало Пока весна в свои законные права не вступила, успевайте насладиться зимними видами спорта В эти выходные на Воронинских горках стартует второй сезон соревнований по сноубордингу Принять участие в них могут все желающие в возрасте от 7 лет и старше Виртуозам снежных досок выпадет шанс погонять на склонах Красной Поляны Именно такой приз разыграют в финале А вот Музей изобразительных искусств подготовили новую выставку «Прикосновение миров» На одной стене соседствуют полотна художников Запада с живописью Востока Проникнуться творчеством и стать космополитом приглашают уже в эту субботу Особый акцент в картинах сделан на детали, например, перо птицы или лепесток цветка Новые работы можно приобрести Картины смогут украсить любой дом, привнести в него восточную утонченность или нотки европейской классики Кстати о классике Если вы давно мечтали научиться играть на фортепиано Не упустите шанс посетить бесплатный мастер-класс Ведущие пианисты города готовы взять над вами шество уже в эту субботу На мастер-классе тюменцев познакомят с известными фактами из мира фортепианной музыки А также услышат известные произведения Шуберта, Баха и Моцарта Главное, не забудьте взять читательский билет или паспорт Попрощаться с холодами в Тюмени по традиции решили под звуки гитарной музыки В этот уикенд в городе пройдет в девятый раз зимний бардовский фестиваль На конкурсе выступят авторы-исполнители бардовских песен, а также дуэты и ансамбли Среди приглашенных гостей инструменталист Тимур Ведерников И лауреат Грушинского фестиваля, певец и журналист Леонид Сергеев На этом у меня все И помните, интересные события сделают вашу жизнь еще ярче Ирина Кистерева, Сергей Мякишев, Сибун Формбюро На этом у меня все Проводите выходные с пользой и берегите себя Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok